Зачастую в сводках о пожарах указана причина – неосторожное обращение с огнем. За этой формулировкой – факты халатности, людская забывчивость или игнорирование элементарных правил безопасности. Чтобы еще раз напомнить населению прописную истину – играть с огнем опасно, сотрудники МЧС вышли в рейд. Цель сегодняшнего мероприятия – профилактика у социально неблагополучных слоев населения, тех, кто злоупотребляет или стоит на карандаше у полиции. Именно сотрудники ОМВД и предоставили сотрудникам Госпожнадзора адреса для проверки. Зачастую, рассказывают инспекторы, адреса группы риска расположены в деревянных домах барачного типа – пятой степени огнестойкости. Проводка здесь ветхая и старая, поэтому риск пожара и без того высок. Владимир Ильич об этом знает, тем не менее обогреватель эксплуатирует неправильно и куда звонить в случае возгорания – не знает. Если вдруг запахнет газом или дымом, что сделать будете? Надо позвонить. Как говорится, я буду набрать телефон. Данные лица используют электрические приборы, такие как обогреватели и электроплитки. Они очень энергопоглощаемые и такая проводка, она не приспособлена по такие приборы электрические. Поэтому чаще всего пожар возникает в таких помещениях от перегруза сети, короткого замыкания. Памятку об основных пожарных требованиях в быту получил и этот жилец из группы риска. Мужчина обещал подчинить сломанный газовый барашек, следить за вентиляцией, переходниками не злоупотреблять. А вот его дамы сердца на предложение погасить сигарету и в постере не курить ответила отказом. Лучше выходите на улицу, понимаете? На улицу выйдите, вы нас в полицию забираете, говорите, что мы не должны курить на улицу. Лучше дома, да, считаете? Дома, конечно, теплее, но соседям все же будет спокойнее, если эти любители крепкого горячительного дымную привычку бросят. Дом на 16 квартир даже искры не переживет. Он уже старый, бревенчатый, обшитый этими досками. Курите дома? Да. Не боитесь, что полохнет? Да нет, я так курю на пепельнице сидя, не лежа. Рейды, даже регулярные, с такой безответственной категорией ивановцев, мера не самая надежная. К противопожарной пропаганде необходимо присоединиться и общественности, например, заинтересованным в собственном благополучии соседям. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин